Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Из поучения Святаго Иоанна Златоуста на Псалом 150, сокращение. Хвалите Бога во святых Его. Другой переводчик говорит, во святилище Его. Третий, во святыне Его. Здесь пророк говорит или о народе, или о святой жизни и святых мужах. Смотри, как он оканчивает книгу благодарностью, научая нас, что это должно быть и началом, и концом наших действий и бесед. Так и Павел говорит, Колосином 3.17, синодальный перевод. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Так же начинается и наша молитва. Говорит, говорить, Отче наш, свойственно тем, которые благодарят за полученные дары, означая все дары одним этим названием. Кто назвал Бога Отцом, тот исповедал усыновление. А кто исповедал усыновление, тот возвестил оправдание, освящение, искупление, отпущение грехов, дарование Духа. Все это наперед должно быть, чтобы мы имели усыновление и удостоились назвать Бога Отцом. Впрочем, мне кажется, пророк указывает здесь еще на нечто другое. Во святых Его, говорит он, то есть через святых, благодарите Его за то, что Он так устроил жизнь, или что сделал людей ангелами. Хвалите Его по множеству величествия Его. Синодальный перевод. По множеству величия Его. Но возможно ли вознести хвалу, соответствующую множеству величия Его? Пророк не говорит, соответствующую, но такую, какую ты можешь возносить, представляя множество величия Его? Возноси такую хвалу, какая возможно для тебя? Какую человек должен возносить великому и безмерно великому Богу? А хвалу достойную Его никто вознести не может. Видишь ли стремление души? Видишь ли душу пламенную, стремящуюся и усиливающуюся преодолеть собственную немощь и возлететь, наконец, к самому небу, душу, соединившуюся с Богом и преданную Ему с великой любовью? Хвалите Его во гласе трудном. Хвалите Его со звуком трудным. Хвалите Его в апсалтирии и гуслях. Хвалите Его в тимпании лицах. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимбвалах доброгласных. Хвалите Его в кимбвалах восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Пророк приводит в движение все музыкальные орудия и заповедует на всех их возносить стройную песнь, воспламеняя и возбуждая душу слушателей. Как иудеям заповедовано было славить Бога всеми музыкальными орудиями, так и нам повелевается словословить Его всеми членами, глазами, языком, слухом и руками. Это выражает Павел, когда говорит, Римлян 12, 11, на дальний перевод, Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Славит Его глаз, когда не смотрит бесстыдно, и язык, когда поет, и слух, когда не внимает срамным песням, и клеветам на ближнего, и сердце, когда не строит козней, но источает любовь, и ноги, когда бегут не на совершение зла, а на исполнение добрых дел, и руки, когда простираются не на хищение, любостяжание и побое, а на милостыню и защиту убежаемых. Тогда человек делается благозвучную псалтирию, вознося Богу самую стройную и духовную песнь, что значит в кимвалих знамений, или в кимвалих громогласных. Так называет пророк псалмы. Иудеи не просто ударяли в кимвалы, не просто играли на гуслях, но сколько возможно, и посредством кимвалов, и посредством труб, и посредством гуслей выражали значение псалмов. К этому они прилагали усердие и старание, которое приносило великую пользу. Всякое дыхание дохвалит Господа, призвав жителей небесных. Пробудив народ, приведший в движение все музыкальные орудия, пророк, наконец, простирает речь ко всей природе, приглашая к песнопению всякий возраст, старцев, мужей, юношей, отроков, жен, вообще всех жителей вселенной, и таким образом наперед рассевает семена Нового Завета для людей, распространенных по всей земле. Итак, будем постоянно хвалить Бога и непрестанно благодарить Его за все и словами, и делами. Это наша жертва и приношение. Это служение самое лучшее и достойное ангельской жизни. Если мы будем постоянно славить Его таким образом, то и настоящую жизнь проведем без всякого преткновения и достигнем будущих благ, которые досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресной во веки веков. Аминь. Господа.